Джандорский район Бухарской области в ритме перемен. Там возводятся новые социально значимые объекты. Например, были сданы в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, а также дошкольная образовательная организация. Что касается деятельности комплексов, то эти объекты стали практическим примером реализации задач, поставленных главой государства в ходе его визитов в регион. Проекты, полностью соответствующие мировым стандартам, реализованы под руководством акционерного общества «Узбекнефтегаз». В новом физкультурно-оздоровительном комплексе одновременно могут заниматься 300 человек, и на его строительство было затрачено около 19 миллиардов сумм. Здесь у каждого есть возможность попробовать свои силы и навыки в более чем 10 видах спорта. Я родилась в этом селе. Когда начала заниматься художественной гимнастикой, таких условий здесь не было. Свою спортивную карьеру я начала в Бухаре. Со временем у меня улучшились результаты, и я переехала в Ташкентскую область. Со временем попала в сборную Узбекистана. Начала участвовать на международных соревнованиях, азиатских играх, занимать почетные места. Хочу сказать, что сейчас в нашем селе отличные условия, как в столице. Здесь могут заниматься девочки из нескольких махалей, так как зал очень большой. И благодаря созданным условиям мы постараемся воспитать достойных спортсменов, которые станут чемпионами Азии, мира. Этот объект, построенный еще в 70-х годах прошлого века, долгое время не ремонтировался. Его вид оставлял желать лучшего. Но сегодня для маленьких жителей Джондорского района. Сдано в эксплуатацию здание трехэтажной дошкольной образовательной организации, где могут воспитываться 150 детей. Стоимость проекта 11 миллиардов суммов. Если в Махале 300 детей, то на сегодняшний день 50% из них воспитывались в дошкольной образовательной организации. И теперь благодаря новому зданию все 100% будут охвачены. Данный объект соответствует всем современным требованиям. Кроме того, здесь есть кабинеты ментальной арифметики, изучение иностранных языков. Также для соблюдения санитарных норм нам выделили 9 холодильников. В последние годы в Бухаре дошкольным образованием было охвачено около 14 тысяч детей. С 2017 года показатель увеличился на 21,4%.